МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вновь приветствую вас в студии утреннего канала. Напомню, сегодня понедельник, 6 февраля. В эту среду, 8 февраля, в Музее современного искусства открывается выставка Саши Фроловой «Парадизариум». И этим утром автор выставки у нас в гостях. Саша, доброе утро. Доброе утро. Конечно, интересно узнать, о чем эта выставка, какую идею вы привезли в наш город? Это первая такого масштаба персональная выставка вообще в России моя. И в Перми я впервые. И мне очень приятно, что меня пригласили и дали мне во владение целый музей, три этажа. И это уникальная, прекрасная возможность, за которую я очень благодарна арт-директору Наиле Аллахвердиевой. И я надеюсь, что жителям Перми понравится проект. Также на открытии я буду выступать со своим шоу «Акваэробика». Это перформанс-проект, синтезирующий электронную музыку и искусство перформанса. И это очень яркий, такой своеобразный проект. И я впервые буду выступать с ним в Перми. Я много выступаю с ним по России, по Европе. И интересно, как отреагируют жители Перми на это тоже. Ну, это что касается открытия 8 февраля, а сама выставка, вот там, что планируете удивлять нашего зрителя? Ну, я думаю, что она даже меня удивит во многом, потому что в таком объеме я работу ни разу не выставляла. На ней будет представлена работа за 9 лет моей творческой карьеры, как старые, первые, так и новые. И я все это объединила в концепцию некого идеального параллельного мира совершенного, который наполнен такими идеальными, блестящими надувными формами, цветами. И мне хочется, чтобы она подарила зрителям такой заряд уже весеннего настроения, потому что она будет длиться и в течение марта месяца. От зимы все устали. И, в общем, это будет такой энергетический взрыв. И мне кажется, что будет очень здорово и интересно. Знаю, что пространство музея вам помогает реализовать вашу идею. Вот как-то там по этажам тоже необычное размещение скульптуры. Это уникальное, оно треугольные залы, что, с одной стороны, очень сложно, потому что как разместить объекты в таком пространстве – это целая задача. Но мы придумали интересное экспозиционное решение, необычное. Там не будет классических белых стен. Мы все стены раскрашиваем в разные цвета. Первый этаж у нас будет черно-белый, с элементами опарта. А второй этаж будет полностью цветной. И все пространство музея превратится в такой некий лунопарк. Может быть, есть какие-то скульптуры, на которые вы рекомендуете прямиком обратить особое внимание, чтобы благодаря этим скульптурам вашу задумку им удалось понять еще лучше? Ну, моя первая скульптура «Люболет», мне кажется, должна понравиться всем. Это такая псевдо-машина, фантазия на тему того, как мог бы выглядеть космический корабль, который летает за счет энергии любви. И многие мои скульптуры – это такие псевдо-машины, которые используют в своей работе эмоции, энергии человеческие. Ну, и, в принципе, мне хочется создавать искусством какой-то такой фантастический мир и пригласить зрителей в него через свои работы. Фантастический мир, я так полагаю, будут создавать и сами зрители, потому что вы предполагаете, Дресс-код – это яркие цветные вещи. Да, я забыла сказать, что было бы здорово, если бы все пришли на открытие не в черном, не в сером, а как-то поддержали концепцию нашей выставки и пришли одеты в яркие цвета. Давайте напомним, когда и во сколько приходить. Информацию о том, как попасть на открытие, можно будет посмотреть на сайте музея «Перма». В общем, я всех жду 8 февраля в среду в 12.00. Огромное спасибо за такую интересную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях была автор выставки «Парадизариум» Саша Фролова. Оставайтесь с нами, впереди масса всего интересного.